здравствуйте дорогие подписчики и гости канала мои любимые девочки я вас всех приветствую и так мои хорошие сейчас для вас я буду гадать и я буду смотреть вам такую тему все о нем на сегодня давайте будем смотреть все что касаемо вашего мужчины на сегодня как всегда одна позиция общий расклад поэтому и хорошие наливайте чай и кофе садитесь поудобнее загадывайте любимого и мы сейчас с вами посмотрим и так ваш мужчина кто он сейчас на данный момент кто этот человек как у него дела вообще происходит что сейчас вообще нового у него чем занимается возможно и так ваш мужчина да 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 ох он король мечей прям прям по команде сейчас как только дадут команду пойдет воевать пойдет воевать но потому что он тут я не знаю дом свой охраняет с мечом сидит возле камина греется дом охраняет на битву смотрит а потому что боится потерять или уже потерял видите он под мухомором дождь идет холодно слякать а ему греться хочется возле камина и он сидит с чем с сидит с оружием практически сидит охраняет свой дом вот смотрите возможно у этого человека есть дети возможно у него есть кто-то кому заботиться естественно он боится это могут быть и родители ему он боится что они ну а к окажутся в сложном положении он не сможет им помочь или он боится за их жизни за их здоровье знаете здесь как баррикаду выстраивать человек да вот мне прям так и хочется сказать им какую-то баррикаду на и на там выстраивает до чтобы здесь потоп не затопило чтоб его не прорвало там не затопило он же хочет как бы у огня греться до мужчина на данный момент терпит какие-то возможно или боится этих потерь или он терпит какие-то уже потери причем пятерка мечей здесь некая вражда некая злоба агрессия предательство измены и так далее со стороны может быть кого-то или же он как-то себя некрасиво повел и на данный момент находится вот практически без ничего единственно что его греет это вот камин камин потому что тут ну холодно ему понимаете здесь дождь идет ему согреться надо один камин у него там горит отапливает его да как бы вот согревает его этого короля мечей он такой очень суровый очень такой в таком знаете боевом накале я бы сказала вот в боевом накале сейчас скажут сражаться он пойдет сражаться вот ей богу потому что и нынешняя ситу ситуация которая сейчас складывается у него она ему не нравится она ему не нравится он или несет потери или понесет какие-то потери потому что здесь он как бы но он ниже этого мухомора понимаете он ниже этого гриба гриба вот настолько он себя ощущает что он в этом мире ничего сделать не может настолько он маленький человек а как было раньше хорошо да а есть что вспомнить вот как раньше было хорошо уже не будет как прежде но как-то так давайте будем смотреть давайте будем посмотреть все о нем сейчас все о нем на сегодня что там что там происходит у него ну что в подвешенном состоянии видите у него еще вроде бы снег сошел но сошел на половину все-таки какие-то лучи есть солнце этажа цветочек здесь уже пробился и он наполовину отмороженный но ситуация как было в замерзшем состоянии так она и дальше продолжает быть замерзшем состоянии а с чем это у него так связано а с чем у него так связано но с тем что он один а один но в поле не воин он ничего поделать не может такая ситуация вынуждена где ему нужно находиться одному возможно о чем-то подумать возможно самостоятельно что-то решить решить потому что так долго продолжаться это не может и он в принципе уже как-то знаете долго возможно тоже один и один ничего решить не может вот у него какая-то такая сложилась ситуация как замкнутый круг и по луне у него очень много страхов очень много страхов что это еще хуже может быть дальше и это все затянется еще дальше и быть ему одному навеки вечные и висеть вот так в таком в таком состоянии в подвешенном тоже навеки вечные вот чего он больше всего боится что здесь ситуация не выходит на какой-то другой высокий уровень где было бы всем хорошо и ему тоже она какая-то страшнее страшнее с каждым разом все становится возможно он боится ну конечно он боится за себя конечно он боится за себя прошу прощения что он так боится за себя карта у меня вылетели а но здесь боится за женщину королеву кубковую может быть это мама может быть это мама может быть это женщина с которой у него на данный момент сложное отношение которое от него закрыта причем она может быть похожа на его маму но она что-то недоговаривает может быть они не общаются они поссорились и это все тоже затянулось и вот он боится что вопрос какой-то это женщины будет не разрешено дальше да может быть еще какая-то женщина здесь тоже есть опять же может быть это мама его может быть другая женщина может быть вы потому что здесь все-таки дамы 2 так вот он хочет решить какой-то вопрос женщинами давайте так скажем он переживает за женскую вот эту энергию перевали переживает за любимых женщин что у него к вам а насчет вас он переживает или нет за вами он наблюдает ничего не делает просто наблюдает за вашей ситуации с ним потому что он еще выхода найти не может почему выхода найти он не может потому что вы находитесь не рядом и вы с ним скорее всего пытались как-то или бороться или ссориться или пытались ему что-то доказать у вас непростой характер у него тоже поэтому все так сложно между вами чем он сейчас занимается что он сейчас делает ну вот у него какой-то тупиков тупиковая ситуация знаете как будто надо сражаться не надо сражаться надо биться не надо биться как действовать что делать до спасать свое имущество не спасать своего и свое имущество свои сбережения вкладывать их там в золото в валюту юаня например да или же квартиру покупать как спасти то что ты нажил не по сильным трудом а мужчина тут и не не то чтобы жадный а мужчина собственника своем то давать никому ничего не хочет поэтому он не знает что ему делать с имуществом со своей стабильностью я не удивлюсь если этот мужчина с утра до вечера следит за информацией в интернете на котировках вот этих вот валют просматривает графики какая валюта упала какая поднялась что вообще происходит в сфере недвижимости и так далее что него еще в жизни сейчас происходит интересное да знаете как будто судьбу просит судьбу молит прощение просят у судьбы высших сил что вот они его они как-то ему что помогли помогли подняться до дали ему возможность руководить прошу прощения руководить или управлять или действовать чтобы они дали ему какую-то главенственную там роль быть лидером до дали возможность как это сказать получить то что сильно хочет что он именно хочет я не знаю но вот он себя так и ведет хочет взять все в управление да знаете все в свои руки а думает ли он о вас сейчас на данный момент такой период да он думает о вас думает о вас уже давно что вы не подпускаете что вам без него хорошо может быть вы беременной например да с ребенком он об этом думает о вас о ребенке может быть а он хотел бы чтобы вы от него забеременели да но вы же не подпускаете его не подпускаете он об этом думает он все-таки надеется что вы его ждете даже если вы не пишете не звоните ему хотя бы вы как-то его ждете но он хочет в это верить может быть на самом деле это так потому что отношения с вами очень сложные каждый из вас тащит этот груз этих до авосик с арбузами и никак вы не можете от этого всего избавиться и подняться вверх к своему дому но потому что он так и видит видите вот это вы это он а вот ваш домик чтобы туда легко подняться надо вот это все убрать а я не атака как как уберем с пустыми авоськами что ли придем домой нет надо тащить поэтому эти тяжелые отношения его уже просто убивают он считает как мне сложно с этой женщиной так так невозможно жить а какие чувства сейчас у него к вам какие он испытывает чувства к вам он вас любит он вас любит в своем выборе к вам он определился потому что вы единственная женщина которой дарите ему то счастье который делаете из него мужчину вы его путем кнутом и пряниками полностью перевоспитали и воспитываете дальше вы его муза вы его взращиваете с вами он почувствовал себя настоящим мужчиной первый раз жизни именно с вами он хочет с вами ли соединиться в семью если вы в семье или же как бы обозначить вас своей женою потому что здесь любовь к вам тут считает вас самый лучший до холодной до такой упрямой жесткой но на это тоже есть обоснование то что тут и вы и он виноваты как бы всегда в отношениях виноваты оба поэтому сейчас на данный момент у вас на балконе снег вы такая знаете жестким до выражением лица тут может быть с половником или еще с чем-то да как бы думаете выходя на балкон думайте о нем думайте о нем как все сложно с ним а у нас рисует до сидя у окна да да рисует вас как свою музу потому что ему есть куда совершенствоваться он должен еще расти до вашего уровня как тут не крути вы тут по-любому разные оба и возраст и города страны менталитет и в религии возможно все у вас возможно разное тоже надо учитывать поэтому есть некое нисхождение какой-то и мужчина все это понимает и считает что я да не прав как мужчина я неправ в своем поведении а теперь у меня есть хорошая возможность посидеть в отшельниках и все обо всем подумать и к чему-то прийти но то что он вас выделил как любимую это однозначно какой бы вы тоже не были противный ему на данный момент с вашим характером вы все равно для его самая любимая и не важно кто у него еще есть вы самая любимая так насчет его действия какие-то действия могут быть с его стороны или нет какие-то действиям с его стороны мужчина как-то он как будто видит что вы его ждете сами ничего не делаете ждете он это чувствует вот у него есть мысли вам что-то написать написать может быть поговорить если у вас есть общие дети здесь предлогом будут дети и он будет вам говорить что он хочет увидеть ребенка потому что он там алименты хочет привести там ли деньги подарки вообще в принципе соскучился по детям хочет увидеть то здесь такие могут быть моменты он будет выходить через детей он понимает что вы как-то может быть будете на него реагировать очень холодно она к этому тоже как-то уже в принципе готовый но но тоже не уступать вернее не готов уступать потому что у него как бы ну него тоже свои какая-то правда него тоже своя правда но то что он хочет быть с вами однозначно четверка жезлов туз пентакли об этом говорит что он а если к вам приедет он приедет в гости не с пустыми руками а скорее всего может быть что-то привезет опять же или детям или вам цветы или например коробка там конфет или тортик какой-нибудь это тоже возможно и рафан звезда но вы да вы прям знаете вы и он просто прекрасно понимает если он ничего делать не будет вашу сторону вы еще дальше еще больше от него будете отделяться а так как вы по судьбе а так вы так как вы его любимая единственная он не хочет чтобы вы отделялись и куда-то удалялись далеко чтобы проявляли холод он не хочет этого поэтому не знаю как с вами сблизиться здесь действия могут быть его стороны может быть он вам что-то напишет готовьте как вы ответите я не знаю но вот его намерения такие так сблизиться с вами что он осознал на данный момент что вот как был на вас обидел может быть да давайте посмотрим осознал ли он на это да что он вас обидел или некрасиво себя повел да 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 осознал ему стыдно да за то что он себя так вел некрасиво с вами до стыдно потому что вы для него не чужой человек вы же для него родная вы же его подпитывали вы для него знаете как виноградная лоза вы для него как вино вкусное вот это вот вкусное настоящее вино это вы его напитывали вы ему вина наливали до образно я имею ввиду это вы ему силу давали конечно всем понимает прекрасно ну и что он теперь дальше будет делать со всем этим ну что он через шута дурака будет включать легкость будет включать дурачка где-то да потому что дураков ниже не обижается и как-то будет вот вы по этому колесу прям к вам и так прикатит вот сядет в это колесо она крутится будет и прямо к вам так и прикатить как колобок потому что он не может вас забыть он вообще должен поговорить о той ситуации которая у вас нет было не договоренной что-то было в прошлом вы так и оставили все как есть не разбираясь а он не может вас забыть потому что вы в память у него всплываете каждый день и он вас потерять не хочет не хочет потерять хорошо тогда почему он себя так вел некрасиво он что когда вас предавал или унижал или бросал изменял уж он не понимал что он может вас потерять уже не маленький мальчик почему такая ситуация произошла уже отчета себе не отдавал в том что делать что ли жрица но он сам не знает ничего что касаемо этого но вот не понимал он да скорее всего вот он не знал он думал возможно все в тайне останется что вы никогда не узнаете что он гуляет изменяет что у него еще кто-то есть или что он вами манипулирует над вами там вас использует но какие-то такие моменты вот он четко наверно думал что вы никогда не узнаете а вы узнали он будет у вас спросить прощения как-то он будет готов он как-то просить прощения да причем страстно вот так прям в прямом смысле он будет просить у вас прощения подарит вам такие цветы и завалит вас на постель где будут все в розах наверное на весь текстиль будет из роз здесь мужчина вас искушать будет понимаете и искушать собою он скорее всего наверное знает что вы его хотите как женщина он на это будет бить вот так он будет у вас спросить прощения через постель через страсть через какие-то такие знаете как это сказать там человек который вас будет искушать просто что вам никуда не деться только сдаться просто понимаете а у него какой вот такой вот подход снова вернуться к вам и потом опять над вами так издеваться измыляться или он уже будет как-то по другому себя потом вести у него ему уроком хоть что-то пошло то что вас сейчас между вами до уроком пошло он понял что вы друг друга стоите он понял что не те барышни кому он там бегал его достойные а именно вы что именно вы его любовь именно вы его женщина до вторая половинка хочу это так он понял почему это он так понял но поле император потому что он стал мужчиной поэтому понял а раньше он пацаном был а сейчас он стал мужчиной и все познается в сравнении он как мужчина все сравнил кто кого стоит и теперь он выбирает и он выбрал именно вас да потому что там были пляски гулянки пляски да гулянки свободное хождение туда-сюда то с одной то с пятой то с десятой а теперь уже все он же в отшельнику у нас вон висит уже в отшельниках у нас какое-то время поэтому этот его отшельнический образ жизни стимулирует его быть императором самостоятельно принимать решение двигаться вперед и для себя естественно выбирать самое лучшее самое хорошее ни один мужчина для себя плохой никогда не выберет мужчины очень любят себя и они тщательно выбирает себе все самое лучшее вот выбор пал на вас да я понимаю вы сейчас на этом моменте должны просто радоваться отчасти но вам так грустно и тоскливо от всего этого вы заметили это же вопросов не знаю со стороны с вашей стороны потому что я уже чувствую что вы будете отвечать не хочется как-то его больше тут знаете по нему тут пройтись а что у него там с мамой мама не против вас я никогда этот вопрос не сдавал давайте спросим мама не против ваших с ним отношений но я скажу так чья-то мало похоже на вас у него такая же мама как вы у кого-то означает что мама против вас и мама сказала чтобы он с вами больше никогда не связывался если мама его знает вас и они вы в плохих отношениях мама прям против вас у кого-то здесь такой еще вариант есть что мама мама тоже не против у кого-то и мама считает наоборот что хватит сыночка уже сколько тебе лет а ты все один ну женился бы уже на какой-нибудь хорошенькой ну вот может быть на такую как я понимаете вот мама как-то ему так говорит если вы если его мама вас знает и вы ей понравились мама постоянно говорит чё ты сидишь напиши ей поезжай к ней хочешь мы вместе к ней поедем и мы все вместе поговорим у кого-то так он где с вами собирается жить где он с вами в будущем собирается жить но у него есть что-то у него что то есть может быть квартира может быть дом может быть дача или может быть он может купить еще давайте спросим где он с вами собирается жить еще если вы его супруга и вы все живете в его доме он ушел он хочет вернуться назад потому что он хочет жить под одной крыше у себя дома вместе с вами со своей семьей и он вам будет доказывать что он достоин того чтобы жить вместе с вами и вернуться к вам потому что он хороший он зарабатывает он не дурачок он император король пентаклей мужчина у которого есть деньги у мужчины мужчина у которого уже как бы твердо стоит на ногах фундамент у него кресло свое есть на работе заработанное им у него сундучок тут с деньгами и виноград вот у меня уже третий раз что касается его падает виноград я пока не могу понять какое отношение виноград имеет отношение к нему я пока не понимаю я же я же не сумасшедшая же понимаешь что общий расклад он же не может быть виноделом уже не может постоянно любить вино пить но что тут виноград и он же не молдаванин извините меня но что-то такое тут есть понимаете вот он на него падает вот этот вот вот это фрукда виноград виноград что у него может быть виноград а что у него может быть виноград причем этот виноград там где он работает или там где он живет и вот это я хочу сказать или он работает с виноградом или он живет там тоже есть виноград понимаете потому что он в прямом смысле этого слова может на винограде зарабатывать деньги я не понимаю но тут идет виноград виноградин и хорошо хорошо я пока это еще не поняла ну может быть вы вы может быть поймете я не знаю да у кого-то может быть он там на виноводочном предприятии работает у кого-то может быть а да он сейчас мне напишут и она он из молдовы у него там а как бы кусты виноградников в огороде да кто-то может напишет ой она он у меня из грузии у него тут бочки как бы до пороховые у него тут бочки внизу как бы в закаточной дабы в погребе он там вино в общем где может быть так я не знаю ладно ладно может быть он виноград любит а может быть он очень любит любимый фрукт этот виноград него может быть так так ладно потому что него ассоциация с виноградом идет как богатство понимаете как богатство тут на деньгах тут на деньгах и там тут тоже его как будто вы как даете ему виноградный сок наливаете и это между вами тоже знаете как вот оно богатство то же самое посмотрите вот виноградники вот виноградники вот они вот они вы наливаете ему вино поэтому что у вас с виноградом с ним связано тоже я немножко не поняла и вот он видите вот он вот вот у него сундучок виноград стоит вот он тоже где вот девятки пентакли у него тоже видите тут винограды поэтому я говорю я полностью пока не понимаю но мне тут уже как прям на лицо лезет это уже третий раз думаю так надо сказать когда несколько раз уже показывают открыто надо сказать обратить на это внимание так хорошо в принципе у него сейчас все хорошо да принципе у него все хорошо как бы нет плохо десятка десятка мечей скорбь тоска конец могила тут понимаете он я не за может кого-то похоронил может быть чуть сам не умер да я не знаю ситуация сейчас практически на нулях конец уже все плохо сюда закрытая тема . поставлена в чем-то но то есть плохо ему сейчас плохо ему у него психологические проблемы он бежит уже от этих стаи воронов просто до ворон ворон пардон ворон я не знаю откуда он бежит с кладбища он так бежит давнего психологические проблемы уже что на леву на него тут вороны налетают черные он тут бежит уже как бы от них всех до уход надо уйти 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 это мне за то что я ушел это за то что я женщину обидел теперь на меня стая воронов на меня налетела меня клюет туда пугает меня это зато как вы понимаете что это может быть из-за вас тоже знаете как будто он как карму свою такую отрабатывает до сидя сидя тут под а вот этим мухомором льется вот этот дождь и у него тут к монеты разбросаны как бы на полу он это же собрать не может тот человек в потерях находится ему холодно холодно ему одиноко темно и холодно да и восьмерка мечей карта ограниченности может быть когда может быть он болеет и за ним никто не смотрит или кто-то может быть смотрит но это мы ему плохо пятерка пентакли этой болезни тоже могут быть да на данный момент ситуация у него не очень хорошая изменится ли у него все к лучшему давайте посмотрим изменится ли у него все к лучшему но не сейчас битва еще будет продолжаться императрица здесь все будет решать женщина его вопрос проблемный будет решать императрица женщина будет решать его вопрос вот и все кто-то я не знаю но кого-то есть не знаю я не знаю я не знаю женщина кто у нас женщина женщина будет императрица будет решать его вопрос вопрос работы вопрос до статка вопрос благополучия будет у него работа или нет будут у него деньги или нет будет решать этот вопрос женщина вот и все кто она женщина я не знаю кто на женщина и вот тогда у него все будет хорошо вот тогда будет все хорошо тут императрица тут императрица а кто у нас императрица то в стране то в мире а кто императрица я даже не знаю от женщины все за от матери его за от вас зависит кого у него зависит все его будущее от кого зависит от женщины я не понимаю я не понимаю я не понимаю вот тогда когда здесь женщина все решит вот тогда у него все будет вот так супер просто пойдет все хорошо в и деньги пойдут и он хорошо себя чувствовать будет и сразу солнышко выглянет а солнышко выглянет короче пока пасмурная погода ничего хорошего не ждать вот когда солнышко выглянет тогда все пойдет хорошо и это будет решаться женщиной блин кто на женщины девочки я немножко так знаете смотрю немножко иначе я ножка смотрю в политическом сейчас на данный момент форме на в позиции женщины кто у нас ангела меркель была святой человек ее нету в смысле в политике сейчас нету она бы все давно решила бы а кто еще я не знаю уже тут все женщина решает понимаете что вот свет у него пошел свет пошел и все хорошо будет а пока нет вот темно вот вот у него тучи тучи все плохо у него пятерка мечей это битва понимаете битва нескончаемая ладно пишите пожалуйста и комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал а самое главное будьте счастливы пусть у вас все будет хорошо и вас всех люблю целую обнимаю берегите себя и до скорых встреч спасибо